Да. Добрый вечер. Мы с вами, как всегда, с молитвой продолжаем наше изучение Торы. И у нас сегодня очень важная тема, касающаяся земли Израиля. Я думал продолжать в том же духе традиции, передачи традиции из поколения в поколение, и мы должны были с вами подойти к эпохе Гаонов, но потом я подумал, ну что ж такое, я вам сейчас буду пересказывать то, что вы вполне можете прочитать в интернете. Поэтому я взял некоторый такой поворот, и на самом деле мы стартуем с того же самого места, на котором мы остановились в прошлый раз. Спор Амараев, самый главный спор Амараев относительно того, где следует жить, о необходимости жить в земле Израиля, насколько это принципиально. И я хотел с вами посмотреть эту тему, очень-очень важную. И поскольку уж мы с этого стартуем, то перекинуться и к пуским, тем, кто устанавливает глуху, как это принято в наше время. Ну и вы уж меня извините не без критики по отношению к нашему состоянию положения, и к нашему отношению к этому вопросу. Тем более, что мы с вами находимся в главе шлах-дыха «Пошли себе», где происходит самая большая наша оплошность. Сыновья Израиля посылают разведчиков в землю Израиля, которые возвращаются и говорят о том, что землю захватить нельзя. И народ плачет, и тот день, когда плакали, 9-я Ава становится самым трагичным в нашей истории. Мы вспоминаем постоянно о том, что 9-го Ава был разрушен. Храм 1-й 9-го Ава был разрушен, 2-й храм – это все очень правильно. Но корень причины, почему это пришлось на 9-го Ава, это потому, что мы отказались войти в землю Израиля, не поверили Всевышнему, то, что Он нам ее отдает. Всякое место, где наступит нога вашей, вам отдал. Мы не поверили. И вот в Мишне Таанит, в трактате о постах, так и говорится, что 5 событий печальных произошли с нашими братцами 9-го Ава, и первое из них – это отказ войти в землю, это корень всех-всех-всех проблем. Представляется, что этот корень, он не выкорчеван или не исправлен до сегодняшнего дня. А мы постараемся с вами увидеть, откуда этот корень растет из гемары. Может быть, я вот вижу здесь Дарью перед собой, которая в прошлый раз задала вопрос, если я не ошибаюсь, о Рабе Ханане и Реш-Лакише. Как можно представить себе, что между великими мудрецами, великими праведниками, особенно Рабе Ханана, которого характеризуют как полный праведник, человек, который никогда не был подвержен греху, как между ними мог возникнуть такой спор, который привел к столь трагическому концу, как описывает Гемара в Баумицея, гибели Реш-Лакише. И мне хочется еще раз повторить, что мне кажется, что подобные моменты надо воспринимать несколько, как аллегорию. Это подчеркивает просто принципиальность их расхождения, принципиальность спора. И их позиции не могут быть совместимы и приводят к смерти одного из них, но не физической смерти, а просто как бы, как мы представляем себе невозможность дальнейшего существования с таким мнением и с невозможностью переубедить учителя или хотя бы прийти к какому-то взаимопониманию. Это Гемара описывает как смерть. Я не думаю, что между людьми, которые так связаны между собой, и столько времени изучали Тору вместе. И Реш-Лакише говорится, что он на каждую посылку Раби Ханан задавал 42 вопроса. Не думаю, что действительно между ними мог быть такой конфликт, как мы сказали бы на ножах. Просто думаю, что это аллегорическое повествование. Тем более, что, скажем, у Раби Ханани есть очень много образов, которые невозможно воспринимать буквально. Один из моментов, который рассказывается, если вы помните, Ильиша Бенавуя, который поднялся в Пардес, в сад Эден, то есть достиг уровня близкого к пророческому и ошибся, и перестал соблюдать заповеди. И когда он умер, то невозможно было его ни поднять не в Ганеден, невозможно было его опустить вниз. И он так как бы повис между небом и землей. Раби Мейер говорил, который учился у Ильиша Бенавуя, что когда я умру, я спасу своего учителя. Когда умер Раби Мейер, то, как говорит Гемара, возможно, несколько в шутку, и из могилы Ильиша Бенавуя пошел дым. То есть, видимо, душа Раби Мейера способствовала тому, чтобы Ильиша Бенавуя опустился вниз, и над ним был суд. А Раби Ханан говорит, когда он увидел это, он говорит, что хорошее дело сжечь своего учителя. Когда я умру, дым прекратится. И действительно, когда умер Раби Мейер Ханан, дым прекратился из могилы Ильиша Бенавуя. Зачем я это говорю? Для того, чтобы привести некоторое подтверждение, что, безусловно, мы имеем дело с аллегориями, и такое обострение конфликта, которое приводит нам Гемара, опять же, не стоит воспринимать как буквальный рассказ. Вот. Теперь с этого момента мы с вами постараемся стартовать дальше. Я делаю шер, поднимаю коверц, и даже как бы не знаю, с чего мне начать с вами эту трудную тему. Может быть, начать ее следует несколько, следует ее несколько с конца. Да? Вот. И я попробую сделать такой ход. Попробую с вами открыть Шухан, Шуханарух. Как мы понимаем, это основная книга 16-го, 16-го века, начало 16-го века. Юсефа Каро, которая считается таким сводом законов, ну, трудно сказать, что неоспоримым, но, по крайней мере, очень-очень основательным. Вот. И когда мы с вами слышим сегодня большое число мнений, что нет обязанности проживать с земли Израиля по той или иной причине, то ли Рамбам не указал эту заповедь как в списке 613 заповедей, то ли еще какие-то причины бесконечно приводятся, да, то мне видится в этом, вы уж меня простите, некоторый обман и подлог, если человек, конечно, грамотный, если он неграмотный, так ему бы стоило как следует познакомиться с источником, а если он грамотный, то в этом есть просто подлог, потому что когда мы с вами открываем Шухана Рух, вот, да, то мы с вами здесь видим такой, видим с вами такой момент, вот, когда говорится о земле Израиля, может быть, мы с вами останавливаемся на этом, но еще раз подчеркнуть, когда говорится о покупке в земле, когда говорится о законах субботы, то тут Шухана Рух делает такое неожиданное исключение, покупка земли у неевреев, земле Израиля является заповедью, и поэтому разрешена в субботу, мы понимаем, что всякое приобретение в любом виде за ту или иную плату, неважно, совершенно, это запрет мудрецов, который призван отдалить нас от работы или подчеркнуть святость субботы, любая покупка, любое приобретение в субботу запрещено, но это закон мудрецов, а вот Шухана Рух подчеркивает, что покупка земли, земли у неевреев, земли Израиля является заповедью, и поэтому разрешена в субботу, и подписывает на чужом языке, так как запрещено это только мудрецами, но не непосредственно Торы, которые не запретили это в случае исполнения заповедей заселения земли Израиля, то есть разрешено подписывать, поскольку Деорай, это с точки зрения Торы, писать запрещено только на иврите, обозначать запрещено только ивритские буквы на бумаге, то на другом языке, или сделать какую-то некоторую каракулю, поставить свою подпись, это мудрецы не запретили, почему? Почему? Потому что приобретение земли Израиля, приобретение земли в земле Израиля, это заповедь, вытекающая история. Тут начинаются разговоры в наше время о том, что в наше время нету прямой обязанности жить в земле Израиля, даже нельзя здесь соблюдать все заповеди и так далее. Сколько угодно можно разговаривать, это либо неграмотность, либо подлог, потому что эта строчка, эта строчка Шелухан-Аруха относится ко всем временам. Мы в законах о субботе, в начале законов о субботе в Шелухан-Арухе есть еще один момент. Он говорит также о том, что мудрецы запретили выезжать с караваном позже четвертого дня недели. Есть человек знает, что он будет двигаться в субботу, то есть он начинает двигаться с караваном, он попадает в вынужденное положение, он не может оставить караваны и остановиться где-то и проводить субботу, потому что это будет непосредственно опасность для его жизни. То есть он заранее ставит себя в ситуацию, когда в субботу он будет вынужден отменить справедливо, но это он ставит себя заранее в такую ситуацию, отменить субботние законы, так как это будет угрожать его жизни и продолжать двигаться с караваном. До четвертого дня недели запретили, то есть позже четвертого дня недели, позже четвертого нанесили, то есть близко к субботе запретили это делать. Если человек выходит в третий день недели, то это разрешено. Даже если он заранее окажется в такой ситуации, когда он не сможет соблюдать субботу из-за угрозы жизни. И тут же Шухан-Рух пишет, что кроме того, когда человек отправляется в землю Израиля, когда он отправляется в землю Израиля, это разрешено даже в самый канун субботы, перед самым заходом солнца, когда начинает субботу, разрешено отправиться с караваном, если он движется в землю Израиля, потому что есть заповедь быть, находиться в земле Израиля. Мишнам-Рура Хофиц-Хайм, авторитет конца 19-го, начала 20-го века, подчеркивает, что это даже в том случае, если человек собирается пройти только четыре шага по земле Израиля и потом вернуться обратно, все равно это заповедь, пройти хотя бы четыре шага по земле Израиля. Мне трудно представить себе, какие изыскания могут, можно противопоставить этим словам Шулхан-Руха. Как можно вывести, что сегодня нет заповеди проживания в земле Израиля. К сожалению, есть авторитеты, которые, и немалые авторитеты, которые выводят подобные вещи. Но в любом случае эти слова Шулхан-Руха не упоминаются. Теперь мы с вами в дальнейшем будем говорить о том, что мудрецы Талмуда, Амараи, они видят определенный запрет в том, чтобы бунтовать против народов мира, пытаться захватить землю Израиля, пытаться восстать против народов мира, захватить землю Израиля с силой, без их разрешения. Но при этом, и, кстати, мне кажется, еще один момент, существенный недостаток нашего изучения и понимания Галахи, это отсутствие исторических знаний. Что я хочу сказать? Что во времена Юсефа Каро, в том же городе, в Салонике, где жил Юсеф Каро, жил Шламо Амолко, в Израиле даже есть улица, названная его именем, улица Шламо Амолко, и здесь даже написано подробности его биографии, человек, который был насильно крещен вернулся к иудаизму, Микубаль, человек, который знал Кабалу и знал тайные учения Торы, был сожжен за как бы осветив имя Всевышнего в XVI веке. Вот, почему я это говорю, потому что Шламо Амолко и хотел, представил себя как посланник вместе с некоторым человеком по имени Давид Ревуэни, представил себя как посланник десяти колен, которые находились якобы в Эфиопии, или где-то он еще указал их место, и он разговаривал с папой и с царями, королями в Европе, для того, чтобы заручиться их поддержкой, он хотел получить оружие, обещал, что он предоставит им войско десять колен. в конце концов он был разоблачен, схвачен и казнен как человек, который насильно был крещен, но потом вернулся в иудаизм. Я это говорю для того, чтобы сказать вам, что Йосеф Каро, тот самый Йосеф Каро, которого мы знаем как человека, который написал закон подробно, обстоятельно исследовал Галаху, тот же самый Йосеф Каро говорил, я бы хотел умереть такой же смертью, как Шламо Малко. То есть я бы хотел умереть за саму идею, даже за одну попытку создать государство, создать страну. Из этого мы можем представить себе, что мудрецы не рассматривали вообще этот вопрос о каком-нибудь запрете бунта против народов для того, чтобы создать страну. Для них главное было только одно переселение в землю Израиля, возвращение из изгнания, возвращение из Галута. Это как бы такое введение взгляд на вещи с конца, с другого конца туннеля, когда мы говорим не о Гемаре, из которой выводится Галаха, а уже из того, как Галаху воспринимали авторитеты, которые, безусловно, выводили Галаху из Гемары, как они воспринимали Галаху относительно земли Израиля. Никаких колебаний, никаких сомнений в том, что есть все забыли проживания в земле Израиля, приобретение вне земли и, более того, никаких сомнений в том, что все, что только возможно сделать, необходимо сделать для того, чтобы завоевать землю Израиля, обеспечить нам Ямы Израиля возвращение в землю. Это позиция Юсефа Каро, великого Юсефа Каро, которого в иудаизме никто не может обойти как бы справа, слева, сбоку, мимо него невозможно пройти и невозможно отрицать его авторитет. Теперь, да, и вот так начав как бы несколько с конца, да, так что я вас прошу с полной ответственностью, да, что когда вам говорят, что какие-то есть сомнения о том, что есть заповедь проживания в земле Израиля в наше время, да, просто не верить этому, считать это либо за безграмотность, либо за подлог, да, теперь вот, после такого введения, да, давайте мы с вами вернемся к схеме, вот, вернемся к схеме Амараев и попытаемся представить себе еще раз, что здесь происходит в смысле земли Израиля относительно земли Израиля, да, мы говорим, что центр как бы создания Талмуда или центр исследования Мишны, который записывается в Рави Иуда Анаси в районе 220-го года, как бы возникает два центра, один в земле Израиля в Тверии и другой центр в Бавиле, в Вавилоне, прежде всего в Наардеи, затем, когда в Вавилон приходит ученик Рави Сура и теперь если мы представим себе опять же отношение к земле Израиля очень к заповеди проживания в земле Израиля. И мы видим, мы видим, о чем говорит Рави Юханан. Рави Юханан, как я вам послал в дополнительных материалах, он говорит о том, что освобождение Израиля, оно напоминает день дождей, когда идут дожди и потоки в Негеве, они наполняются водой, прорываются, ничто не может их остановить. Так Рави Юханан представляет себе освобождение Израиля. Не Машиеха, какого-то мистического царя, не войны, восстания против Рима, он мечтает об освобождении сыновей Израиля путем возвращения. Для него нет такого понятия запрета подниматься всем стеной. Он сегодня хотел бы видеть, как поток сыновей Израиля, похожий на поток бегущий в Негеве, наполняет землю Израиля. Возвращение сыновей Израиля, для него это и есть и геула, и спасение, и надежда на будущее. Кого он ждет? Понятно, кого он ждет. Рави живет в районе 250-го года, когда земля Израиля опустела из-за римских преследований, из уже начинающегося давления, желания изгнать сыновей Израиля из земли Израиля окончательно. Есть огромная община в Александрии, есть в Риме множество евреев, огромная община, которая сформировалась из тех, кто там жил еще до разрушения храма, и из пленных, которые были из рабов, которые были освобождены на большое население число в Риме, и в других странах, везде, где только мы не глянем на карту, может быть, здесь надо было взять для вас карту расселения сыновей Израиля. В этот период мы увидим, что еврейское население естественно превалирует вне земли Израиля. В земле Израиля очень тяжелые условия, очень тяжелые условия с точки зрения и налогов, и правовых аспектов, которые есть у евреев, живущих в земле Израиля. И сюда не очень-то стремятся люди. Рабиха нам говорит, только вы вернулись, только вы вернулись, геула, это избавление. В это же время, в это же время где-то у нас в Бавиле живет, сейчас мы посмотрим с вами, отметил ли я его здесь живет живет Раба в Махозе, может быть, несколько позже, и он говорит, о чем говорит Раба, он учит такую галаху, что это на самом деле это Раба, то, о ком я хотел сказать, это Раба, ученик Раба Иуды, Раба, Раба, Раба Барнахмани, Раба Барнахмани учит такую галаху, современник Рабьюханана, который был и у него тоже учился, он учит такую галаху, он говорит о том, что в любом городе Бейтхнесет должен быть самым высоким, если Бейтхнесет не будет выше других домов, намного выше других домов, то этот город будет разрушен, и мы представляем себе, я, например, слышу здесь, разный тон совершенно разговора о земле Израиля, Рабьюханан ожидает возвращения сыновей Израиля, в Бавиле Раба говорит, как жить, как жить в Бавиле, и никуда он вроде бы и не собирается, более того, Раба Барнахмани учился у Раба Иуды, Раб Иуда такая центральная фигура своего рода, как вы видите, он учился и у Раба и у Шмуиля, и вот Раб Иуда говорит на 111-м листе трактата Ктубот, который мы сейчас с вами подробно посмотрим, он говорит о том, что как есть запрет переселяться из земли Израиля, куда бы то ни было, также есть запрет переселяться из Бавиля в землю Израиля. Здесь переселяться из Бавиля в землю Израиля. И совершенно другой разговор, совершенно другой диалог, который, на мой взгляд, привел к большим проблемам впоследствии, и корень его находится в Гемаре. И мы видим, что большие люди, великие люди, подобные Иосифу Каро, полностью были на стороне тех амараев, которые живут, жили в земле Израиля и совершенно не соотносились, даже не видели другого пути, кроме как возвращения в землю Израиля. Всегда, в любые времена, чем больше, тем лучше. Если это потоки, как потоки из Негива, так прекрасно, как потоки в Негиве, которые никто не может устранить, это прекрасно. Теперь один из учеников Раби Ханана это Раби Аба Бар Зивда. Раби Аба Бар Зивда. Сейчас мы постараемся с вами поднять еще один ковец, говорит известную фразу, которую мы с вами должны тоже обсудить. Он, правда, избавили, но очень много, вот давайте посмотрим еще раз, очень много учеников, очень много учеников Раби Ханана они избавили. Как говорят, голосуют ногами, да, голосуют ногами. Раб Иуда говорит, запрещено уходить, Раб Иуда говорит, запрещено уходить из Бабеля, да, так сказать, бабельские мудрецы, они голосуют ногами. Раби Ами и Раби Аси. Они пришли, они пришли из Бабеля. Раби Ами Реш Лакиш сам, он тоже, по крайней мере, по многим мнениям, он пришел из Бабеля. Раби Зейра, ученик Раби Юханана, с которым опять же мы сегодня еще встретимся, он тоже пришел из Бабеля, он пришел из Бабеля, и он говорил, воздух земли Израиля умудряет, если Раби Юханана, как вы помните, плоды земли Израиля умудряли, он умел передать ощущение, свое ощущение плодов земли Израиля умел передать своим ученикам, то для Раби Зейра воздух земли Израиля умудряет, то есть Раби Зейра как раз учился у Раф Юда, который говорил, что нельзя уходить из Бабеля, Раби Зейра встал и ушел, и Неона один, Раби Абабар Зивда, высказание, которое мы с вами сейчас хотим посмотреть, он тоже пришел из Бабеля, то есть ногами люди голосуют, несмотря на это постановление Раф Ягуды, то, что нельзя уходить из Бабеля в Эриц Исраиль, тот, кто уходит из Бабеля в Эриц Исраиль, он нарушает заповедь Усе, заповедь делой, то есть есть приказ, необходимость сидеть в Бабеле, никто это не принимает, но почему-то современные авторитеты мы можем встретить среди них, которые соотносятся с этой посылкой Раф Ягуда, несмотря на то, что его большинство его учеников ушло к Рабьи Ханану, и поселились там в земле Израиля, несмотря на это, есть сегодня серьезное соотношение с этим его высказыванием, что следует жить в Бабеле, и тот, кто переходит в землю Израиля, нарушает заповедь делой, в каком смысле, что сегодня говорят, Бабель это всякое место, где удобно учить Тору, как будто в земле Израиля Тору учить неудобно. То есть я хочу с вами прочувствовать этот момент, это абсурдность, полную абсурдность отношения к земле Израиля, высасывания из пальца представления, якобы сегодня нету заповеди жить в земле Израиля, якобы есть даже какое-то преимущество в том, чтобы оставаться в Бабеле, там, где есть решивы, там, где есть опять же в Израиле нету решив всех видов и всех стилев и так далее. Теперь вот и значит, это полюс Рабио Ханан, который ждет потоков сыновей Израиля из всех земель, и Рабио, да, который говорит, что нельзя переходить в землю Израиля из Бабеля, и все его ученики, не все, но часть его учеников перетекает к Раби Ханану. Теперь, да, вот Раби Зейра один из таких центральных моментов в воздух земли Израиля Мудрайт. Теперь Раби Аба Бар Зивда сказал очень важную принципиальную совершенно совершенно вещь. Да, мы с вами ищем 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 Раби если да так 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 вот мог мог а вот у меня Раби Аба на первом месте как раз стоит. Опираясь на строчки в пророке Хискеле в 36 главе где говорится а вы горы Израиля ветви свои протяните и плоды свои принесите народу моему Израилю и вы скоро придут они Раби Аба который пришел из Вавилона из Бавиля сидит в школе Раби Ханана он говорит так нет более явного признака окончания изгнания чем тот на который указал пророк а вы горы а вы горы Израиля Сан-Дин то есть он имеет ввиду что изгнание окончание изгнания у него должен быть какой-то признак почему должен быть признак мы сейчас скажем с вами и какой-то признак это цветение земли это цветение земли Израиля причем как мы с вами понимаем из пророка это цветение земли Израиля как и многие пророческие посылки они совершенно не предполагают чудо а предполагают работы людей то есть если в земле Израиля есть люди и создаются условия для проживания то это признак окончания изгнания признак окончания изгнания почему нам нужен признак окончания изгнания почему рабиаба вдруг подхватился и говорит есть признак окончания изгнания потому что потому что мы в жизни действуем либо по торе либо по пророкам. И возвращение из Бавилонского плена, оно было связано с пророками. Иеремияу предсказывал, Схарья, Хагай говорили о обязанности, Ишаяу предсказывал, но их уже не было в живых в период возвращения из Бавиля. А вот Схарья и Хагай, они просто говорили напрямую, что есть обязанность, бегите из земли северной, говорит Схарья, бегите из земли северной, есть обязанность подняться и прийти. Я не буду сейчас развертывать всю картину, что получилось, когда сыновья Израиля не откликнулись на этот призыв пророков, на призыв того же Схарья, который звучит во втором году управления Дарьявиша II, призыв, вернитесь ко мне, и я вернусь к вам, говорит Всевышний, вернитесь ко мне, это вернитесь в землю Израиля, и тогда вернется Шхена, вернется божественное присутствие. Это было при возвращении из Бавиля, были пророки. Теперь мы знаем, что пророчество закончилось, но закончилось через 40 лет после возвращения из Бавиля. Как нам знать теперь? Как нам знать, что закончилось изгнание? Возможно, это и не нужно знать. Возможно, что нужно всегда стремиться в землю Израиля при любых обстоятельствах. Но некоторые мудрецы говорили, что есть определенный срок изгнания, когда нельзя возвращаться, когда грехи еще не искуплены, когда нет желания Всевышнего. Хорошо, можно принять эту посылку, но Раби Абба говорит, есть признак, который обязывает подняться и возвращаться так же, как пророческое повеление цветения земли Израиля. И цветение земли Израиля, конечно, даже есть... Были мудрецы, которые, когда мы говорим сегодня, что это наше время, цветение земли Израиля, и еще оно началось задолго до нашего времени, что цветение, это не только как бы цветение деревьев, это просто возможность подняться и приехать сюда. И Халиу, не дай бог, не погибнуть от малярийных комаров в болотах, от голода, от нападения врагов. Здесь есть условия, давно уже есть условия, может быть, связанные с определенным риском, но сегодня и не с большим риском, чем в других странах. И по Раби Абу – это момент, обязывающий как пророческое повеление. То есть это то, то, о чем говорит Раби Аба Барзавинт, который сидит в школе Раби Йоханана. Если говорить о нашем времени, то опять же, приводится множество аргументов, множество аргументов самых разных, самых разных изысканий, почему нету обязанности жить в наше время в земле Израиля. Соотносится с тремя клятвами в трактате Ктубот, о которых мы будем с вами говорить. Но никогда никто не ссылается, не видит в высказывании Раби Аба Барзавинт галахического понятия, галахического высказывания, что есть обязанность жить в земле Израиля, как только возникают условия на это. Почему? Почему это осталось в стране? Почему это не воспринимается как галахическая посылка? Не знаю. Потому что многие вещи строятся на сворот, то, что называется, на соображении. Многие мудрецы, сидят каждый в своем доме, каждый в своей ешиве, не советуются друг с другом, многие из них. И то, что они поняли, то, что они сообразили, то, что они увидели, то, что они захотели увидеть, они выдвигают в качестве галахи. И я говорю это о земле Израиля, прежде всего, с другими вопросами, пока мы их не будем поднимать. И это мой вопрос к современным авторитетам. Почему это не галахическая посылка? Почему это не галахическая посылка? Постановление для сыновей Израиля, которые живут в условиях, когда у них нету пророчества. Дело доходит до абсурдности. Я не хочу просто называть имена. И когда крупный авторитет, в общем-то, видя современный, а его уже нет живых сегодня, но близких к нам по времени, он видит цветение земли Израиля и говорит, что нет, это не то цветение земли Израиля. Что речь идет о том, как говорится в Талмуде, что на деревьях будут расти булки, когда ты сможешь сорвать булку и есть. У нас есть общее правило, которое ввел Рамбам и Манит и другие авторитеты, что мы смотрим на вещи как бы через такую реальную призму. Никогда не говорим о каких-то фантастических вещах. Мы говорим о реальных вещах. Есть плоды, цветет. Я не буду вам рассказывать о цветении земли Израиля, то, что вы сами себе представляете. Но булки-то! Кто позволил так комментировать, что цветение земли Израиля – это булки, которые должны расти на деревьях. Никто не давал такого права. Теперь продвигаемся дальше и возьмем корень всех корней, проблему всех проблем. Возьмем 110-й лист трактата «Ктубот» и посмотрим, что здесь происходит. Дело в том, что начинается с очень непростого закона, который говорит, что если мужчина… Он записан прямо в Мишне, что если мужчина собрался переезжать в землю Израиля, а жена не хочет переезжать, то он имеет моральное право развестись с ней. А суд не требует от него, чтобы он выплатил «Ктубу» деньги по брачному договору. Если она не хочет переезжать в землю Израиля. Это очень удивительно, потому что брак – это очень высокое дело для Торы. И говорят, что когда люди разводятся, то жертвенник плачет в Иерушалайме, плачет жертвенник. То есть это какое-то мировое событие отрицательное, развод. Почему же есть такое право? И здесь Гемара начинает нам обосновывать, почему же дано такое право. Мы с вами можем представить себе, скажем, сделав некоторое такое отступление, для того, чтобы не быть формалистами. Вот так написано, так сказано. Представим себе просто святой земли Израиля, как понятие, в чем оно заключается. И святая земля Израиля, она связана не только с соблюдением заповедей, как подчеркивают многие авторитеты, или можно сказать, что у земли Израиля есть два пласта святости. Два пласта святости. Одно связано с соблюдением заповедей, а другое не связано с соблюдением заповедей. Просто сама земля Израиля, как таковое присутствие человека на этой земле, оно само по себе представляет собой ценность, само по себе как-то соотносится со святостью земли, даже без исполнения заповедей. Об этом говорят многие. Один из тех, кто разбивает так вот на два пласта святой земли Израиля, пласт, связанный с соблюдением заповедей, и пласт, совершенно не связанный с соблюдением заповедей, это раб Шламо Горен, святой памяти, в прошлом, как вы помните, главный раввин Цаала. Но он не только главный раввин Цаала, он один из самых выдающихся мудрецов Торы за всю, по крайней мере, последнюю историю. Теперь, и святость, если не ходить вокруг и не пытаться что-то как бы построить, надстроить и запутать, можно просто сказать совершенно как бы откровенно, что святость, которая не связана с исполнением заповедей непосредственно или утверждение, что здесь в земле Израиля есть святость, которая не связана даже с исполнением заповедей, оно эквивалентно тому, что здесь, в земле Израиля, человек ощущает божественное присутствие. Святость — это не абстрактное понятие, это не трансцендентное понятие по канту, это не понятие, связанное с кантианским вещью в себе непознаваемой. Святость — это ощущение божественного присутствия. И пророки, в частности Ишаяу, говорит об этом, что человеку дается на земле Израиля дополнительное, когда он живет на земле Израиля, ему дается дополнительная душа. Душа — это способности человека, способности ощущать, способности мыслить, то есть все это исходит из души. Если ему дается еще один пласт души, значит его чувствительные способности расширяются. И он способен здесь, человек, находясь на земле Израиля, так или иначе, В той или иной степени, в большей мере, в меньшей мере, может быть, даже на подсознательном уровне, если так можно сказать, его постоянно сопровождает ощущение божественного присутствия в земле Израиля. И поэтому мы можем представить себе, что, конечно, проживание в земле Израиля крайне важно. Я не говорю о глобальных задачах народа, который должен собраться на земле Израиля, построить храм и повлиять на весь мир. Я даже говорю об одном человеке во все времена и о важности его проживания в земле Израиля. Он здесь ощущает божественное присутствие. И, может быть, даже как бы не ощущает, может быть, можем попытаться ввести такой термин «находится в сфере», находится как-то рядом с божественным присутствием. Вот после такого введения, как бы, мы понимаем, что мудрецам, если так можно сказать, очень трудно говорить так напрямую об ощущении и так далее. Но, тем не менее, они дают совершенно ясные намеки в трактате, обосновывая эту посылку Мишны, что у человека есть право развестись с женой и не выплатить ей по ктубе, если он собрал всю землю Израиля, она не собирается. Учили наши мудрецы, это я вам читаю прямо 110-й лист Талмуда трактата «Ктубон». Учили наши мудрецы, пусть всегда живет человек в земле Израиля, даже в городе, где большинство идолопоклонников. И пусть он не живет за пределами земли Израиля, где большинство сыновей Израиля. Потому что дальше, потому что всякий, кто живет в земле Израиля, похож на того, у кого есть Бог. А всякий, кто живет за пределами Израиля, он похож на того, у кого нету Бога, как сказано, чтобы дать вам землю Канаан, быть вам Богом. Быть вам Богом в земле Канаан. И мудрецы понимают, что это относится не только ко всему народу. Первое такое прочтение «дать вам» – это ко всему народу относится. Они понимают, что это относится и к каждому человеку во все времена, в любые времена. Дальше здесь есть обсуждение некоторых моментов. А дальше рассказывается о рабе Зейра, о котором мы с вами говорили. Он отходил, скрывался от рабе Зейра, потому что рабе Зейра хотел подняться в землю Израиля. А раб Яуда говорил, всякий, кто поднимается из Бавеля в землю Израиля, нарушает заповедь Осе, нарушает заповедь Делой. Но как он это обосновывал? Как он это обосновывал? Мы, скажем, да, есть разный уровень обоснования. Есть прочтение текста пророков, Торы пророков. А есть то, что называется дроша. Какой-то вывод далекий от простого смысла, нагрузка текста тем смыслом, которого, в общем-то, в этом тексте нету, есть дроша. Это часто говорят биткнессет, да, чтобы как-то пробудить людей, указать им на проблемы, которые есть в наше время. Берут какой-то посук и связывают с ним, с этим посуком связывают там дрошу. Скажем, что нужно, насколько, скажем, да, насколько пагубна Сенатхина беспричинная ненависть. При этом часть всего и посук не относится, предложение не относится к беспричинной ненависти. И само понятие беспричинной ненависти не раскрывается. Бывает ли ненависть вообще беспричинная, или о чем-то идет речь, и так далее. Вот, это дроша, как бы биткнессет. Теперь, что я хочу сказать. Раб-Яуда обосновывает свое мнение. Вот, обратите внимание, как. Да. Бабла-Явуу, Бабла-Явуу, Вишама-Ягью, Ад-йом-погди-отам-не-ум-гашем. Придут в Вавилон, придут в Вавилон, и будут находиться там до дня, когда я их вспомню, речь Всевышнего. Значит, изучение гемары, особенно слов Амараем, в отрыве от пророков, это большая, большая, колоссальная проблема. Прежде всего, я должен знать, о чем говорит пророк, в данном случае пророк Еремиягу, а потом я уже понимаю тогда, это Раф-Яуда вывел действительно что-то серьезное, или это его просто мнение, которое он обрисовал, как в синагоге человек, который вышел, и вот хочет картину какую-то нарисовать, берет посылку, говорит с обществом, с Кагалем, да. Вот я должен понять, это вывод, или это политика. Фраза пророк Еремиягу «Идете в Бавель, и там будете находиться», говорит, пока Всевышний не вспомнит о вас, это говорится о сосудах храма, которые Невыхудный царь забрал в Бавель, привез в Бавель, и ситуация такова, есть уже пророк, который говорит, что сосуды эти вернутся через два года, то есть он предсказывает как бы косвенным образом предсказывает предсказывает косвенным образом падение падение Вавилона, возвращение сосудов, и говорит о сосудах. Он не говорит о запрете Еремиягу, он отвечает пророку, ты говоришь, что Вавилон падет, а я говорю, что Всевышний как бы обратился к сосудам, которые находятся в Бавеле, не к самим Ям Израиле, а к сосудам, которые находятся в Бавеле, и говорит, что они там будут находиться, пока Всевышний не прикажет о них. И нам Талмуд это подчеркивает. А Раби Зейра, что он говорил? Раби Зейра, мы его даже слышим, есть его как бы возглас удивленный, когда Раби Иуда говорит такую вещь. Он говорит, это же сказано о сосудах храма, это же о сосудах храма сказано. А что Раби Иуда? Ну, тогда Раби Иуда приводит другую фразу. Раби Зейра, как мы ему ответим на это? Что речь идет о сосудах? Тогда Раби Иуда приводит другую фразу. Он берет пасук из Широ-Ширим и говорит, заклял вас дочери Шалайма армиями и оленями, ланями полевыми, как говорят комментаторы, то есть дочери Рушалаима, это все, кто, все сыновья Израиля, которые мечтают о Рушалаиме, возвращении в Рушалаим, я заклял, заклял, то есть я сказал вам, да, я обещал вам, не то, я взял с вас клятву, я обещал вам, вот, растерзают вас армии, то есть вы окажетесь в руках армии, народов мира и будете вы подобны ланям полевым, да, если что, если что, да, если, как говорится, пробудите любовь раньше времени, как говорится в Широ-Ширим, то есть попытаетесь прийти в землю Израиля раньше времени, да, так Раф-Еуда обосновывает запрет подниматься, подниматься в землю Израиля, да, вот, а Раби Зейра, Раби Зейра, что, который убежал от Раф-Еуда, и что он отвечает, это, так, это сказано о том, чтобы не поднимались стеною, то есть не поднимались все вместе, по одному можно приходить, да, Раби Йоханан, как мы понимаем, он и это не примет, для него вообще это просто далекие какие-то дрошот, да, которые, как бы, выведены неизвестно как, по неизвестной причине, да, но Раби Зейра, он как-то старается с учителем соотнестись, да, по Раби Йоханану, как мы слышали от него, да дай Бог, чтобы сейчас все поднялись и пришли, стеной, значит, стеной, еще лучше, да, еще лучше, да, ну, хорошо, ладно, Раби Зейра так не говорит, Раби Йуда, он говорит, что нельзя подниматься стеною, а одному человеку уже можно, да, и так далее, и так далее, этот разговор продолжается, разговор, который является разговором не галахическим, а разговором политическим, и так к нему относится, так к нему относится целый ряд пуским, которые с ним не соотносятся с этим разговором, как мы видели с вами, Йосеф Каро так к нему относится, и сейчас мы, и сейчас мы с вами постараемся, да, и сейчас мы постараемся с вами посмотреть, посмотреть отношения к этому разговору других мудрецов, да, других мудрецов, других пуским, вот, но прежде чем, что мне бы хотелось, чтобы мы с вами почувствовали атмосферу в земле Израиля и атмосферу в Бавеле, да, в Бавеле атмосферу, от которой многие бегут, да, вот, и опять же наша ошибка это прочтение Гемары вне, так сказать, исторического плана, вне исторической картины, вне факта, в данном случае факта перехода многих мудрецов в, перехода многих мудрецов в землю Израиля, да, и отсюда, отсюда ошибка, возможность вывести, как бы, ошибка как представление, что отсюда можно вывести, что не нужно жить в земле Израиля, и даже, может быть, не нужно переезжать в землю Израиля, и тот, кто переезжает в землю Израиля, нарушает митсвуасе, заповедь, повелевающую заповедь Торы, да, абсурд, полный абсурд. Берем с вами, берем с вами, берем с вами Рамбана, Нахманида, да, опять же, для того, чтобы понять, как, да, вот, Рамбан, да, Рамбан пишет в дополнение к своей книге заповедей, да, это, на самом деле, комментарий на Рамба, Ма, Майманида, да, и здесь он пишет так, нельзя оставлять землю в руках семи народов Канаана или любых других народов, ни в какое время заповедь завоевания земли действует всегда, и заповедь это на протяжении всего периода и знания возложено на каждого еврея. Заповедь завоевания состоит из двух частей, да, одна это завоевание территории, да, а другая часть это заселение территории, потому что без заселения территории военный успех практически не имеет значения, и заселение земли Израиля воспринимается как часть заповеди заповеди завоевания земли Израиля. И Рамбам подчеркивает, у нас нет царя, у нас нет человека подобного Яшуа, у нас нет человека подобного Баркохбы, который сейчас поднимет отряды, придет и изгонит народы, но у нас осталась обязанность каждого человека сделать то, что он может, приехать и поселиться в земле Израиля. Не можешь с оружием в руках, понятно, вынужденное положение, мы в изгнании, де факто ты не можешь, так ты сделай то, что ты можешь, приедь сюда и поселись. Это Рамбан, Нахманит, он не берет эти три клятвы, он далек от них. Три клятвы, о которых говорит раб Иуда, и одна из них, что запрещено подниматься стеной, то есть восставать против народов мира, завоевывать землю Израиля, нет, говорит Рамбан, Нахманит, в каждое время на нас лежит эта заповедь, бывает, что человек не может исполнить, так пусть он исполнит то, что может. В наше время, в наше время, не когда, я вам говорил, наверное, что у меня произвело неизгладимое впечатление, было это больше 15 лет назад, но когда я приехал первый раз в Киев из Израиля, и у меня была группа, был семинар, была группа, и люди ничего не знали о Торе, мало что слышали, одно только название, но одну вещь они слышали, им объяснили очень хорошо и четко, что пока не пришел Машиев, нельзя ехать в землю Израиля. Это абсурд, который вошел в нашу среду. И теперь что? Рамбан, Нахманит, мы знаем его историю, Нахманит, мудрец 13 века, был вынужден бежать из Испании после диспута, который он вел с крестившимся евреем, и ему дали бежать, потому что увидели его мудрость и уважение к нему, ему позволили бежать, но если бы он не бежал, он был бы казнен инквизицией, он оставил свою семью, оставил своего сына в Испании, и куда он направился? Куда он направился? Это было еще до изгнания из Испании, я подчеркиваю, 13 век. Он не направился в Португалию, где он мог поселиться. Он не направился в какое-либо другое место, он направился в землю Израиля и приехал, и поселился в Ярушалайме, где не было ни синагоги, ни миньяна, нашел двух евреев, братьев-красильщиков, которым было дозволено жить в Ярушалайме, и с него начинается, в общем-то, современная история сионизма, если так можно сказать, с Рамвана, с Нахманида. И ну что? Его не упоминают? Его не упоминают? Упоминают те три клятвы, о которых он не сказал. Правда? Правда. Вот продолжая как бы справедливости ради, как говорят. Однако Рашбаш, его ученик, Раби Шламо бен Шимон, если я не ошибаюсь, Раби Шламо бен Шимон, мне кажется, его ученик в своей книге респонсов уточняет, нет сомнения, что проживание в земле Израиля великое заповедь. Ну, слава Богу, спасибо большое. Действующий в любое время. Рамбан, мой учитель, привел ее в списки повелевающих заповедей, то есть включил ее в список основных 613 заповедей, для этого переписал весь список Рамбама, Маймонида, куда эта заповедь не вошла. Однако в нашем нынешнем изгнании она не распространяется на весь еврейский народ в целом, ибо ее исполнение, как постановили мудрецы, ограничено предупреждением данным Всевышним еврейскому народу. Не бунтуйте против народов мира, то есть он берет этот агадический момент, который мы с вами видели, высказывание Раф-Ягуда, его обоснование, не бунтуйте против народов мира, не поднимайтесь стеной, не пытайтесь все вместе подняться со своих мест, да, при этом были преждены и народы мира, не превышайте меру наказания, наложенного на основе Израиля, тогда я не хочу сейчас вдаваться в подробности, да, я хочу сказать, да, что просто человек берет и комментирует своего учителя, так, как тому и страшным сне не снилось. Рамван, Нахманит обладал достаточными знаниями, достаточным пониманием ситуации, да, для того, чтобы, если он хотел соотнестись с этими тремя клятвами, которые мы с вами видели, с посылкой раб-яуда, да, что запрещено подниматься стеной, да, на самом деле это не раб-яуда, да, это раб-и Зейра, раб-яуда вообще говорит, запрещено подниматься из Бабеля, да, вот, а раб-и Зейра комментирует так, что запрещено подниматься стеной, да, если бы Рамван, Нахманит признавал эту посылку, что запрещено подниматься стеной, он бы сам сказал о ней, да, вот, он бы сам сказал о ней, он не видит в этом материале того, чтобы обязывало его соотноситься с ним, он видит Драшу в Бейткнессите, когда великий мудрец по тем или иным причинам встает и начинает говорить, что нельзя уходить из Бабеля и приводит послуг, который рассказывает о сосудах храма, да, и он не видит обязанности соотноситься с этим Рамван, Нахманит, но вот его ученик, да, ученик, он говорит, что вот наш учитель, он, мой учитель, он тут, он имел в виду, мой учитель, он имел в виду, да, я вот знаю, что он имел в виду, не написал, не оговорился нигде, да, но я знаю, что он имел в виду, да, и начинается разговор об этих трех, об этих трех клятвах, о том, чтобы, о том, чтобы все же не заклял, чтобы не возвращались раньше времени, не поднимались стеной и так далее. И этот сумбур, этот балаган совершенно ненужный, вместо простого заключения, вместо простого заключения мудрецов Израиля о том, что есть обязанность вернуться в землю Израиля, вместо простого заключения Шаухана Руха, вместо простого, простых выводов, о которых говорил вильнюсский Гаон, который призывал возвращаться в землю Израиля и говорил, что если основья Израиля вернутся, то это поможет избежать трудных времен, которые всегда возникают при возвращении в землю Израиля. Вот если всем вернутся сразу, это поможет избежать трудных временам, все это описано в книге Коля Тор, «Голос Голубя», который написал Раби из Шклова. Все эти моменты обходятся. Обходится даже то, что Раби Хаим Виталь, это тоже время, что Иосиф Каро, только уже не в Салонике, а в Цфатику, переехал Иосиф Каро в 1517 году, если я не ошибаюсь, и там же живет Аризаль, великий капбалист, его ученик Раби Хаим Виталь, который написал все книги Аризали, так сказать, все учения Аризали, он записал, он говорит о том, что с каббалистической точки зрения, не с той точки зрения, с которой мы сейчас говорим, как бы, да, исследуя тексты, говоря о Гемале, и говоря о том, как к этому относились величайшие из Пускима, величайшие из авторитетов Галахи, о скаббалистических соображениях, говорит Раби Хаим Виталь, он говорит, что его учитель Аризаль говорил, что эти клятвы, да, то есть запрет подниматься стеной, он действует, он действовал только тысячу лет, после тысячи лет этот запрет, запрет кончился, да, тут можно говорить обо всем многом интересном, тут можно говорить, что почти ровно через тысячу лет после разрушения храма, второго храма начинаются крестовые походы, обсуждать все это и так далее, и так далее, да, вот, но почему-то эта посылка не упоминается никогда, да, Аризаля учат вдоль и поперек, да, и так далее, но эта посылка она нигде не упоминается, да, и, да, теперь, скажем, если соотноситься с этими клятвами, да, то можно обратиться к современным авторитетам или к близким к нам авторитетам по времени, да, это Раби, Раби, Раби Симха из Двинска, Раби Симха из Двинска, да, который известен своей книгой Мэше Хохма, да, когда он услышал о декларации Бальфора в 1917 году, он сказал, записал такую интересную фразу, «Сар пахат шлошет швот». Ушел страх от трех клятв. То есть, по многим мнениям, он намекает на то, что этих трех клятв никогда не было, никогда этого запрета подниматься стеной без разрешения народов, его никогда не было. Был страх из-за того, что это записано в Гемаре, из-за прочтения, которое, из-за прочтения Гемары, да, из-за ухода от исторического фона, вот, от всего этого, был страх. Так он, Раби Мир Симха из Двинска, да, он говорит, ушел этот страх после декларации Бальфора. Если кто-то говорил, что нельзя подниматься стеной без разрешения народов мира, бунтовать против них, чтобы захватить землю Израиля, так вот, в 17-м году декларация Бальфора, она устранила это все. Это если, да, то есть, это если вообще учитывать, соотноситься с этими клятвами, да, так и Сар Пахат слушал, вот, ушел. То же самое сказал Хофиц Хаим, да, вот, и он сказал, когда он услышал, он сказал, что, ну, зос из дос, это, это на, наидыш, да, это и есть вот это, да, то есть, дело теперь пошло. То есть, это отношение Хофиц Хаима, никакого упоминания о трех клятвах, о запрете подниматься, подниматься стеной, который можно, может быть, было бы себе представить из, представить из Гемары, да, вот, и это, значит, вот, такова ситуация, да, это спор, спор Амараев, не спор, а даже, наверное, разные мнения Амараев, да, и хочу еще один момент с вами взять, да, хочу момент еще один с вами взять, может быть, да, вот, некоторая, может быть, несколько другая мысль, может быть, несколько другая мысль, и, как бы, соотнестись с Раби и Хананом, да, вот, или, наоборот, это высказание, которое я собираюсь с вами разобрать, но идет несколько вразрез с Раби и Хананом, который видел возвращение сновей Израиля как потоки из Нигева, да, вот, в Талмуде Рушалме в трактате Брахот у нас говорится так, Раби Хия, Раба, большой, Раби Хия, большой, ученик Раби Удаанаси, Раби Шимон и Раби Шимон Барха Бен Халавта, Тана четвертого поколения, они шли в одной долине около горы Арбель, да, если кто-то помнит гору Арбель в районе озера Кенерин с острым склоном, вот, с крутым склоном, вот они шли в дальнении около горы Арбель и увидели утреннюю зарю, которая, которая пробивает свет, да, по-русски мы ему сказали свет утренней зари пробивается, да, и сказал Раби Хия, да, Раби Шимон Бен Халавта, да, так освобождение Израиля, да, с начала понемногу, то есть как утренняя заря понемногу, понемногу, да, вот, она идет по чуть-чуть, да, и идет по чуть-чуть, а, ну, потом мы можем представить, что прорывается как бы сразу, да, и как, как можно сказать, как сказал пророк Миха, чем можно доказать, как сказал пророк Миха, Когда я буду сидеть в темноте, Всевышний свет мне. Так, дальше он приводит историю из Мгелат-Эстер, как Мгелат-Эстер постепенно развивался в освобождении. Я вам хочу сказать такую мысль. Такую сказать мысль. Это в противовес Рабию Ханану, который ждет мгновенного возвращения, неожиданно несущегося потоки сновей Израиля со всего света, как потоки в Негеве. Это несколько противовесок. Освобождение сновей Израиля постепенно, по чуть-чуть. Пусть по чуть-чуть возвращаемся. Возвращаемся, мы удовлетворимся немногим, малым и так далее. И, скажем, его часто, скажем, это высказание вспоминают, ну, я бы сказал так, в кругу религиозных сионистов. Возрождение понемногу, по чуть-чуть. Постепенно. Но это явно противоречит Рабию Ханану, который ожидал мгновенного освобождения. Иногда эта идея по чуть-чуть, она оказывается очень-очень пагубной. Если кто-то помнит Раб Соловейчика, голос любимый стучит, которую мы с вами разбирали, то я напомню, что Раб Соловейчик говорит, что идея такова, что как только ты видишь признаки освобождения, как только ты видишь признаки того, что можно вернуться в землю Израиля, нужно возвращаться мгновенно. Мгновенно. Иначе потом возможность вернуться будет намного труднее. Так что это высказание Раби Хия, которое всегда приводится как хорошо, постепенно, как утренняя заря, оно на самом деле противоречит Рабию Ханану, который видит возвращение сыновей Израиля как потоки, мгновенно начинающиеся нестись из Негива. Здесь я остановлюсь. И, пожалуйста, если у кого-то появились вопросы, то пожалуйста. Я надеюсь, что вывод он понятен, что могут быть расхождения, могут быть дрошот самые разные, но факт он понятен. Галаха заключается в том, чтобы жить в земле Израиля всегда во все времена, прикладывая для этого максимальные усилия. А если ты видишь, что есть возможность жить в земле Израиля, что здесь есть светение, начинается светение, то, как говорят по-русски, сам Бог велел. Скажем, после этой черты, пожалуйста, я жду ваших вопросов. Подведение черты я жду ваших вопросов. Так, о, мне надо снять, наверное, шер, чтобы мы стоп-шер, и, наверное, надо смотреть в чате вопросы. Вот у меня чат поднялся. Пожалуйста, да? Вот здесь что-то есть. Так. Как в нейнох относиться к вопросу о возвращении, что с этим делать практически, что мы можем для себя выучить? Я, по-моему, об этом говорил уже. Могу напомнить, могу напомнить, да, кто это спрашивает, да, это Виталий спрашивает. Да, вот Виталий. Я думаю, да, то, что я представляю, представляется, да, что задача любого человека это видеть план Всевышнего, видеть, куда все идет и движется. Естественно, что это увидеть можно только через призму Торы и пророков, но и, конечно, нужно иметь глаза, да, и нужно этому способствовать. Нужно этому способствовать. Нужно способствовать, да, я не говорю, может быть, есть другие задачи, да, но в плане того, что мы с вами говорили, да, нужно способствовать развитию земли Израиля в материальном, и особенно, наверное, сегодня в духовном плане, да, и здесь есть чем наиноги могут посодействовать, да, вот, и я думаю, да, что есть, в общем-то, обязанность обращаться к сыновьям Израиля, к тем же самым евреям, которые живут в изгнании, да, и призывать их, и объяснять их, да, если они не могут сами понять, то есть обязанность объяснять им, да, вот, понятно, что евреи считают, что они сами умные, но, тем не менее, можно им напомнить какие-то вещи, которые они, которые они не понимают, и тут нужно бы, мне бы хотелось вам сказать, что вы же на самом деле не уникальны в этом плане, да, подобные движения, которые способствуют к переселению сыновьям Израиля в землю Израиля, они существуют давно, да, было бы еще в конце XIX века, в начале XX века, и продолжалось после Второй мировой войны, было движение читающих, читающих Библию, да, Reading Bible, читающие Библию, это люди, которые считали, что пророчества должны исполниться, и они считали своей обязанностью подтолкнуть евреев к переезду в земле, к земле Израиля, да, это то, что было сегодня, как вы знаете, может быть, не все, может быть, знают, да, но сегодня в Америке есть порядка 100 миллионов, да, 100 миллионов в основном протестантов, да, которые поддерживают Израиль, видят своей целью поддерживать Израиль, и стремятся к тому, чтобы евреи переселились в землю Израиля, да, это имеет, как и многие моменты, связанные с евреями, это имеет большое значение в мировой политике, и Трамп на них, как вы знаете, очень сильно опирался на их голоса, на выборах 100 миллионов, это немалая сила, да, вот, теперь между нами, да, не будем, как бы, как говорят, тыкать пальцем, может быть, это не очень афишируется, в Израиле есть поселение религиозно-национального плана, очень сильное, многочисленное, да, развивающее один из отраслей доходов этого населения, это прекрасные совершенно виноградники, это поселение находится недалеко от шхема, да, это поселение заложено, продолжает существовать благодаря, да, пожертвованиям христиан, которые видят, видят свои, свои обязанности поддерживать народ Израиля в земле Израиля, да, я никого не призываю ни отказываться от таких пожертв, ни брать такие пожертвования, да, это как бы не данный момент не моего ума дело, и не наша задача, я говорю о факте, да, есть целый, целая группа добровольцев, которые приезжают и обрабатывают эти виноградники, да, то есть видят свои, видят свои задачи, да, видят свои задачи поддержать это движение возвращения сыновей Израиля в землю, в землю Израиля. Поэтому мне кажется, что это может быть не единственный план, которым мы и новых должны заниматься или хотят, могут заниматься, да, но это один из важных пластов, да, и он здесь совершенно однозначно понятен, да, начертать на своем знамени, да, надо ехать, да, или вам надо ехать, это должно быть начертано на знамени в Ней-Ноах, да, вот, потому что мы с вами видим пророков, мы видим, куда мир идет, вот, мы понимаем это, да, у людей есть свобода выбора, конечно, и есть, да, есть много трагедий, которые еврейский народ пережил на протяжении своей истории, одна из них, да, это 70 лет, как минимум 70 лет советской власти. Я не говорю о трагедии русского народа и так далее, да, я говорю сейчас о нашей теме, о Торе, в Ней-Ноах, о видении перспектив мира, еврейский народ пережил не одну трагедию, и поэтому далеко не все все понимают. Если вы что-то поняли в этом плане, если вы со мной согласны, вы не обязаны соглашаться, со мной у вас могут быть свои соображения, но если вы со мной согласны, то у вас есть прямая совершенно задача, да, сказать, да, господа, что вы здесь сидите, в России, в Украине, да, вот, ваше место не здесь, и мы заинтересованы, чтобы вы были на своем месте, потому что это поможет и вам, и нам, да, вот, не то, что, понимаете, мы хотим уехать, хотим, чтобы вы уехали, потому что мы вас ненавидим, не дай бог, да, вообще как бы нехорошо ненавидеть кого-то еще, тем более по национальному признаку, не мне вам объяснять это, да, вот, но не потому что мы вас ненавидим, а потому что мы понимаем божественный процесс, да, это, мы в этом заинтересованы, мне кажется, что в этом плане это вот каким-то таким образом. Так, вот мне Ефим пишет, у вас есть возможность обсуждать эти вопросы с другими мудрецами, Шерке, Штензальцем и другими, есть ли условия для Сен-Ядрина. Сразу все, у меня есть возможность обсуждать, и я, естественно, не самый умный, и то, что я вам излагаю, безусловно, есть целый ряд мудрецов, мнения, которые, к сожалению, не очень-то слышатся, не очень-то, скажем, принято всеми, но тем не менее, это и Раф Шерке, это и Раф Элиезер Меламид, и это мой очень близкий друг и учитель Раф Зеев Султанович, и можно назвать другие имена. Раф Штензальц, чтобы был здоров, он, к сожалению, тяжело болен, и, к которому я также многим обязан, он, к сожалению, совершенно другого плана человек, у него совершенно другое отношение к земле Израиля, он по своей природе, призванию, как это, как по образованию, по рождению, образованию, воспитанию, он хабадник, и этим очень много сказано, для него главное это не земля Израиля, и вот он мне высказывал напрямую, я думаю, что это небольшая тайна, а главный народ Израиля, его духовное состояние, земля Израиля для него не стоит на первом месте. Опять же, надеюсь, что это никого не позорит и так далее, это великий человек, великий мудрец, который сделал уникальный труд по гемаре, как мы с вами обсуждали, да, и так далее. Есть ли условия для сангедрина? Как бы условия есть, сангедрина нету, да, вот и условия есть, и были попытки создать сангедрин, опять же, один из уникальнейших людей, Раф Исраэль Ариэль, да, он, в общем-то, создал сангедрин, вот, что вызвало несколько, так скажем, такую, несколько жесткую реакцию властей на созданный им сангедрин. Неважно, какими правами с точки зрения Галахи обладал этот сангедрин, это была попытка создания органов, которым обсуждаются всеми, всеми направлениями течения, или, скажем, вне направления течения важнейшие вопросы, связанные в основном с землей Израиля. Сегодня этого сангедрина, к сожалению, нету, Раф Штайнзис, надо сказать, он входил в этот сангедрин, какой-то, в какой-то момент был председателем этого сангедрина, но на данный момент этого сангедрина, этого сангедрина нету, какой же стеной сегодня могут подниматься брайтоновские евреи, ну, какой стеной взять, всем приехать, и все, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, значит, мы понимаем, я надеюсь, проблематичность с вывода Раф-Яуда о том, что есть запрет приезжать в землю Израиля из Бабеля, вот, и мы видим эту проблематичность, она отражается в Пасхим, да, если обратиться, перейти, вот, Раф-Яуда перейти к Раф-Яуда, на котором, на котором, почему-то, не заострилось внимание многих и многих авторитетов, да, то Раф-Яуда очень можно легко себе представить, да, он ждет возвращения сыновей Израиля как потока сегодня, и, на мой взгляд, да, если сегодня евреи поднимутся и переедут в землю Израиля, да, то начнется совершенно иное, другое время с, я не знаю, как это называть, временами Машиах, не временами Машиах, а все равно, да, проблематика, духовный уровень, развитие, развитие мира выйдут совершенно на, на другой уровень. Я понимаю, что это, может быть, сделать очень трудно практически, да, но, если только себе представить умозрительно, да, поднимаются, да, все ученые, все банкиры, все люди культуры, да, они вдруг оставляют свои места, приезжают сюда и вкладывают свои способности сюда, в земле, где ощущается божественное присутствие, да, это не может не повлиять на весь мир. это, это то, что называется подняться стеной, но я понимаю, что очень, скажем, тема трудная и так далее, с точки, я, скажем, не, еще не затронул несколько ходов, которые вообще приводят к ужасным выводам с этим подниматься стеной, да, но даже если брать, что, представить себе, что есть в Гемаре такая посылка, реальная, не просто, как бы, как дроша в Бейткнессе, это реальная посылка, есть в Гемаре галахическая, сегодня нету такого запрета подниматься стеной, потому что запрет подниматься стеной предполагает бунтовать против народов мира, сегодня никому не надо бунтовать против народа мира, сегодня любой еврей может подняться и приехать в землю Израиля. Равзиев. Да, пожалуйста, да. Вот очень хорошо, что вы так прояснили эту тему, потому что, когда мы были на семинаре, я услышала, что это опциональная заповедь. Что это? Опциональная. Опциональная, да. Значит, понимаете, к великому сожалению, мы с вами передвигаемся в таком пространстве, когда люди что-то подхватывают, они не исследуют вопрос, каждый вопрос требует исследования, да, вот. По поводу опциональной заповеди, да, я вам скажу, кто это сказал, это сказал впервые, и, в общем-то, впервые эту посылку, что есть это хорошее дело, но не заповедь, то есть не опция, не заповедь, позитивное, хи-ю-ви, позитивное дело, но не заповедь, эту посылку выдвинул Раби Машеф Эйнштейн, крупнейший авторитет, живущий в Америке, да, ему на это уже ответили другие авторитеты, что в Торе нету такого понятия, ни одного такого понятия нету, как хорошее дело, но не заповедь, да, нету такого, нету такого понятия, да, он первый выдвинул это понятие, сидел, 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 выводил, выводил, я читал все его выводы, выводил, 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 вывел, слава Богу, ему нашлись те авторитеты, которые ему ответили, что нету такого понятия, Если считать, что это положительное дело, но не заповедь, то это вообще какой-то такой новый поворот в Торе, который, ну уж, по крайней мере, прежде чем ему пользоваться, требует глубочайшего исследования. Это та ситуация, понимаете? И та ситуация, которая есть. Это то, что постоянно я постараюсь сказать, я понимаю, что это не слышится, что есть много недостатков в анализе нашей литературы, как древней, так и современной. Кроме того, есть еще исторический пласт, который также очень-очень-очень слабо изучается. Вот сейчас я, секундочку, я возьму книжку у себя с полки для того, чтобы вам показать. Шесть томов, где на основе Медрашим, на основе Талмуда, на основе Иосифа Флавия и других исторических книг, которые есть у нас, написана история, по крайней мере, до восстания Баркова и после. Это Раф Ротенберг, человек, которого, к сожалению, уже нет сегодня с нами, да, он совершенно харидимного плана человек в Ешиве, харидимный, глава Харидимной Ешивы написал эту, написал эту книгу. Кто-нибудь ее читает? Она давно уже ушла с рынка, ее не переиздают. На русский понятно, что она не переведена, да, но и в ибритской среде ее никто не изучает. И есть много-много-много-много проблем, да, вот, но самая, как бы, большая из них – это неосновательность. Я слышал, я прочитал, сегодня есть интернет, можно, пожалуйста, посмотреть, да. Любой вопрос требует изучения, и исторического изучения. Когда возникло это мнение, кто его выдвинул, есть ли оно в геммаре, да, иногда. Есть, естественно, очень хорошее чувство – это уважение к авторитетам. Оно у меня тоже есть, да, у меня тоже есть. Но при этом, при этом, да, есть вещи, которые я никогда не приму, ни от одного авторитета. И таких примеров можно приводить множество. Для этого, после этого авторитет для меня не перестает быть авторитетом. Он остается уважаемым человеком, человеком Торы, человек, который не спал, иногда, может быть, не доедал для того, чтобы выучить Тору, у которого душа тянется к Торе. И все, я все это признаю, все это понимаю, отношусь к нему с уважением. Но, извините, до сих пор, до сих пор, когда ты вводишь новые понятия совершенно, ты сам сидел в кабинете, да, и решил, что есть новое понятие положительное дело, но не забывайте. И это относится именно к земле Израиля, ну, извини. Но я к этому выводу, как правило, я не прихожу сам просто, да, надо исследовать вопрос, надо посмотреть, кто еще что говорит. Вот, это то, что можно сказать по, то, что можно сказать по этому поводу, да. Вот, и... Равзиев, еще можно, вот, пояснение? Да, пожалуйста, да. Сейчас. Вот Раби Зира, он держал сто постов с целью забыть пути изучения Торы, принятые в Бавиле. Да, да. А можно ли нам взять из этого, что то, что у нас тоже есть свой какой-то багаж до тех пор, пока мы пришли к иудаизму, как-то, ну, не посты, может, ну, как-то вот тоже подумать, что может влиять на наше мировоззрение время от времени. Это его пример. И объясните про то, что он с огнем делал. Что он с огнем? Так, значит, во-первых, да, во-первых, поститься, да, я не рекомендую, вот, кроме, там, скажем, для, понятно, что для евреев установленные посты там, вот, а для внеиног, я не знаю, я не рекомендую устанавливать какие-то посты, лучше думать, лучше думать, анализировать, да, а не вдаваться, как бы, в самоистязание, да, или в самоограничение. Человек должен жить нормальной жизнью. Некоторое галутное представление, которое сложилось у евреев, да, как пишет Зеев Султанович, что в галуте сложилось такое представление, что чем человек болезненнее, тем он более праведен, чем он больше страдает, тем он более праведен. Ну, говорит о том, что это галутное представление, об этом можно говорить, говорить долго, да. Не думаю, что с Раби Зейра обязательно нужно брать пример. Гораздо лучше попытаться, попытаться понять Раби Зейра и представить себе, что ему, что ему мешало, что он хотел забыть, да. И сегодня мы с вами видели его разговор с Раби Зейра, когда Раби Зейра говорит, что нельзя переезжать в, нельзя переезжать из Бавилла, говорит Зейра, и учит это из пасука, который, который рассказывает о сосудах храма. И понятно, что, понятно, что, скажем, подобный дрошот Раби Зейра уже больше не хочет, не хочет принимать. Раби Зейра говорит, воздух земли Израиля, воздух земли Израиля умудряет. Понятно, что для него изучение Торы, и, как мы видим, это его присутствие с Раби Хананом в саду, динозавр, для него изучение Торы становится связано с чувством, с ощущением земли Израиля, а не оторвано от нее, как в Бавиле. Это его проблемы, как можно представить, как бы, на первый взгляд, на поверхности. И это важно понять, это важно понять, важно понять отличие Торы земли Израиля по-настоящему от Торы Бавиля. Но при этом я бы не сказал, что нужно поститься. Гораздо, гораздо полезнее просто думать, куда мы идем, что мы можем взять из нашего багажа культурного, да, скажем, что мы можем взять, а что нам следует отбросить, вот. И это очень-очень важная задача, и, конечно, нужно было посвятить много сил, вот. Но я не думаю, что здесь посты и какое-нибудь такое самоистязание, что они помогут в этом деле, да. Больше мысль, соображение, обмен, как бы, опытом, вот, поиск путей, вот. Но не посты, не такое самоистязание, да, это не... Я думаю, что это не годится для нашего времени, когда мы, вот, чувствуем начало какого-то нового времени. Можно два слова? Да, пожалуйста, да. Я буквально два слова хочу сказать, не раскрывая, как бы, новую дискуссию и так дальше, да. Вот, но вот, если я бы резюмировал свой взгляд и, как бы, свой опыт 30-летний в Израиле, значит, у меня такое ощущение, что я являюсь свидетелем, или мы являемся свидетелем, то, что происходит, это продолжающийся разрыв между, скажем, нерелигиозным Израилем, или Израилем в своем большинстве, или таком Израилем, как он есть, и всем остальным еврейским миром. То есть идея такая, поезд, он не просто ушел со станции, он ушел очень далеко, он ушел очень далеко. Значит, мы на своем, как бы, опыте видим, что единственный путь, которым религиозные могут влиять на израильскую общественность, на израильскую жизнь, это только вживаясь, по-тихому, не приходя с наставлениями, не объясняя, как надо жить, а вливаясь и едя нога в ногу, и тогда это получается, тогда у тебя слушают. Значит, я сейчас скажу вещь, которая, может быть, совершенно, как бы, непопулярна в свете того, что мы слышали, да. Значит, я просто подписываюсь под тем, что если мы проведем опрос, такой вот устроим референдум, да, в Израиле, кто за то, чтобы евреи в своем большинстве, да, хабадники, которых, я не знаю, тысячи, эти в Брайтоне, еще какие-то, вот они все толпой поднимутся, придут сюда. Когда я тебя уверяю, абсолютное большинство скажет, ребят, оставайтесь там. А я бы сказал так, не надо, не нужно оставайтесь там. Значит, вот евреи, прежде чем приезжать сюда, там, вторая ли я, первая ли я, да, они проходили такие колоквиумы, да, их учили там землю, как обрабатывать, как там пахать, там, пятый-десятый, да. Вот я бы сказал то же самое, ребят, вот вам сейчас надо, как тем Алией было, вам надо вообще сидеть и начать понимать, что такое Израиль, что народ, который здесь живет. Поймете, вот тогда приезжайте, понимаешь? Вот они как бы медстояр, но вот это вот... Нет, нет, почему быть там медстояр, я... Понимаешь? Значит, я здесь хочу сказать в данный момент, да, что у меня есть какой-то, у меня есть микрофон, но я совершенно, я совершенно не хочу навязывать свое мнение кому-то, и то, что ты говоришь, я очень хорошо понимаю. Я могу с этим не согласиться, но я понимаю то, что ты говоришь, очень хорошо понимаю, и с ситуацией, с ситуацией я согласен. С ситуацией я согласен, я вижу еще, скажем, такое, такое явление, да, что, скажем, американская община, когда переезжает сюда, она, в общем-то, у нас, скажем, это особенно характерно в наведании, или у нас такое непонятное совершенно явление, ну, сейчас уже я привык к нему, ты выходишь на улицу, люди разговаривают по-английски. Да-да, и у нас тоже... Дети, дети, дети разговаривают по-английски. Да-да, Эзра волосы на себе рвал, когда он такое услышал, да, что говорят на, там, на каком-то аккадском или арамейском и каком-то говорят, он на себе волосы рвал, ну, у нас это все нормально. Сложилось общество, которое почту ешумную заполонило английским, мыслит по-своему, это отдельное, отдельное поселение, как бы, несмотря на то, что, безусловно, что они живут израильской жизнью, они в значительной степени, да, остались общиной, которая живет, корни ее за пределами земли, земли Израиля, да. Это проблема. То есть ты начал принимать проблемы, очень важные, да. Я говорю об общей идее. Окей. Я говорю об общей идее. Вот. А можно вопрос? Да, пожалуйста, да. Я вот недавно посмотрела ролик в интернете про Израиль, там было такое предложение, что дети получают в Израиле очень хорошее образование, в общем, отличное такое образование получают, и уезжают, и находят хорошую работу в Америке, там, в других странах. Есть ли этот момент или это что-то не то? Есть, да, есть такой момент, да. Я не знаю, может быть, Натан Лучч тоже меня охарактеризует в эту ситуацию. Пожалуйста, если, Натан, если можешь, помоги мне. Это на несколько будет. В целом, всегда существовала, это называется такая ереда, то есть люди, которые оставляют, алия это поднять, а ереда это отъезд. Это всегда существовало, я не знаю точно статистику, вот. Но то, что ереда, она сейчас не больше, чем это было в какие-то годы, это 100%, никакого кризиса нет. И, ну, как бы, это страна свободная, поэтому есть у людей, нет никаких особых, как бы, привязанностей, и у них, как бы, основная величина – это зарплата, которую они получают, и по своей профессии они могут получить в Америке, или где-то получить больше зарплату, да. Но, опять же, по выборке, которая не статистика, но по моим друзьям, у которых дети религиозные, нерелигиозные и так дальше, абсолютное большинство остается в Израиле по свободному выбору, а не потому, что надо пробивать, выходить на демонстрации, не выпускают и пятый и десятый. И в самом Израиле, кстати сказать, тоже, тоже общее отношение, да, оно гораздо другое, если раньше с ними там вообще их презирали, их называли предателями и все, что учтение программы, объяснять. То есть, на самом деле, как бы, ситуация такая, ребят, мы понимаем, что не для всех это подходит. Ради бога, не нравится, но, как бы, уезжайте, вы с нами, вы с Эдерой, окей, никто не говорит того, что, смотрите, мы тут в окопе сидим, а вы там будете, это самое. Ну, есть некоторая проблематика, что люди, которые уезжают отсюда, в течение пяти лет, они могут голосовать. Ты, находясь где-то там, голосуй за то, что мы делаем. Но, в целом, это, в частности, то, что, как бы, я хотел сказать, это моя, как бы, ну, не знаю, личная боль, предположим, так, да, не то, что боль, недоумение, это то, что совершенно непонятно, каким образом люди, которые, как бы, сидят на источниках, которые учат источники, которые соблюдают заповеди, и большинство соблюдают заповеди с самого детства, да, они, тем не менее, как бы, не доходят до того, до чего доходят люди, которые ничего перечисленного не делают. И обсуждение о том, что, например, Харидин гнать в армию и все, это настолько смехотворно. Израильские армии не нужны никакие ультра-ортодоксы. Не нужны, это все политика. И, то есть, это означает, что, как бы, вопрос надуманный. Все, поезд ушел. Не нужны они армии. Точно так же, пойдем, будут не нужны в остальных областях. Окей? Слыха. Нет, Жаня, вопрос, вопрос болезненный, да, но я хочу прояснить, как бы, если можно, да, скажем, я бы, очень важно, что вы задаете такой вопрос, но это не вопрос нашей тематики, да, мы с вами, как бы, взялись изучать основы иудаизма, еврейскую традицию, да, вот, и то, что я пытался сегодня сделать, показать вам, да, насколько я могу, что вопрос о том, где жить, он, в общем-то, еврейской традиции не рассматривается. Он, скажем так или иначе, возник в период Амараев, как мы с вами видели, да, произошло голосование ногами, да, все ученики равьиуда, почти все ученики пришли к равьюханану. Мы посмотрели по ским, специально посмотрели по ским, более позднее направление, чтобы понять, что серьезнейшие люди, они не видели такой проблемы, какой-либо проблемы, которая препятствует проживанию в Израиле, наоборот, видели в этом великую заповедь. И это то, что мы хотели сделать. Теперь мы сегодня смотрим с вами на современный Израиль, да, и вы спрашиваете, что здесь происходит, да, это несколько другая тема. То есть хорошо, что спрашиваете, дай бог я не хочу ограничиться этим вопросом, я просто хочу понять вместе с вами, да, как бы тематику наших занятий, да, что делать с нерелигиозными людьми и так далее, да. Прежде для того, чтобы что-то делать, я должен быть уверен, я должен быть уверен, у меня должны быть прочные свои позиции, да, вот, я должен быть уверен в том, что это величайшая заповедь, что здесь следует жить любому еврею, независимо от того, соблюдает он или не соблюдает, есть какие-то надцели, как говорят, как это сказать по-русски, сверхцели, да, надцели, к которым мы стремимся, к которым стремится весь народ. Я должен быть в этом уверен, иначе я никому ничего не смогу сказать, иначе я не смогу повлиять ни на какие процессы. А что происходит? Хватать ли за руки? Вязать? Насильный? Нет, это следующий разговор. Окей. Окей. Ладно. Есть что-то еще, что хочется спросить? Есть много чего, но у нас... Да, да. Сейчас я посмотрю, с вашего разрешения посмотрю в чате, если что-то смогу... Да? Вот есть вопрос. Если случить чудеса, то подняться стеной возможно только в случае бедствия и катастроф, не дай Бог. Я думаю, что у каждого человека остается всегда свобода выбора. Она есть сегодня, да? Я, как некоторые верят, то есть я тоже верю, как мы говорим, в приход Машеха, если он задерживается, я все равно верю и так далее. Я еще верю, что каждый может сегодня, сейчас собрать чемодан и купить билет. Я в это верю. Без всяких чудес. И это как раз приведет к чудесам. Гад. Вообще есть. Ну, вообще, так... Заканчиваем, что на положительной ноте. Вот опять не выбор... Статистика непредставительная. Но у меня есть самые разные друзья, да? И многие в Америку ехали и все. Вот просто в последнее время, да, очень много случаев, которые мне казались совершенно непонятны. Ну, как бы зачем? Процветающий отец, он там миллионер, ну, как бы все, ребенок, ну, как бы, ну, что? Абсолютно. И вдруг оказывается, что он вот тут в армии в десантных войсках. Ну, почему, зачем? У человека сын, значит, учился здесь, в Иши, в Старом городе. Ну, учился там, то, все, опять. И вдруг я устаю, что он хочет в Израиле остаться. И таких случаев огромное количество. Причем никакого призывного пункта здесь нет. Никто этих листков не раздает. Это вот нам сейчас Равзеев, значит, раздавал листки такие. Знаете, ребят, вот приезжайте, да, вот тут даже люди кричат, да мы вообще приедем, давайте только встречайте нас. А никто не уговаривает. И тем не менее, на каждом шагу. Вот, молодым им, пожалуйста, профессор в Бостонском университете, Миша Шерман, да, вам известно, кто на семинаре был. У него двое этих самых детей сюда внезапно приехали. Для него самого это была вообще внезапность. Отслужили в армию, поступили в университет. Но они сами теперь сюда приехали. Преподавали в Бориальском университете. Вот нормальная программа. Все, замечательно. И так будет с остальными, нет проблем. У нас в Яшуве пять русскоговорящих семей, у которых родители уехали в Америку, а дети сейчас приехали сюда. Ну вот, пожалуйста. Пять человек. Так что процессы идут, безусловно. Вот, хорошо. Летро. Спасибо огромное всем за внимание, за выдержку. Мы с вами продержались долго. Натану спасибо за помощь. И я уже жду следующей встречи. Готовлю следующую встречу. Окей. Спасибо. Всем счастливо. Пока и до свидания. Те, кто участвует, хочу сказать, завтра просто предупреждаю, завтра урока с Натаном Коттлером по Равокуке не будет. Вместо этого будет занятие с Нехамой Симоновичем Кире-Полонская по очень тоже интересным моментам. Все. Всем счастливо. Всего доброго. Сколько надо? Во сколько? 6.30. Но я завтра все сделаю специально. 6.30. 6.30. 6.30.